Видео приготовлено сайтом online.gdz.net. Задание 1123. В этом видео мы рассмотрим примеры с 19 по 24. Итак, 19 выражение. Здесь мы вначале выполним действие в первой скобке, потом выполним вот это умножение, потом выполним действие в этой скобке, вот это умножение и последнее сложение. Действие первое – вычитание. Ну, здесь без особенностей. Уравниваем по количеству знаков и производим вычитание. Действие второе. Результат вычитания нам нужно умножить на 0,1. Чтобы умножить на 0,1, нужно просто сдвинуть запятую влево на одну цифру. Вот получили 0,386. Действие третье. Здесь тоже без особенностей. Производим сложение. Результат сложения нам нужно теперь разделить на 100. Для того, чтобы число разделить на 100, нужно сдвинуть запятую влево на две цифры. Получаем. Ну и последнее, пятое действие. Мы должны сложить вот эти числа. Складываем. И записываем результат. 0,7095. Двадцатая. Здесь мы выполним сложение. Потом выполним умножение на 100. Потом выполним вычитание. Потом выполним деление. И последнее вычитание. Пятое действие. Действие первое. Складываем. Теперь полученное число. 4,05 нужно умножить на 100. Сдвигаем запятую на две цифры вправо. Получаем 405. Так, действие третье. Уравниваем по количеству знаков после запятой и вычитаем. Теперь нам нужен результат третьего действия. Вот такое число с пятью цифрами после запятой разделить на 0,001. Для этого мы запятую сдвигаем вправо на три цифры. Теперь нам остается из вот этого вычесть вот это. Уравниваем по количеству цифр после запятой. И вычитаем. Запятую ставим под запятым. И записываем результат. 306,88. Двадцать первое. Особенность этого выражения заключается в том, что в нем использованы как десятичные дроби, так и смешанные числа и просто дроби. Тогда мы начнем с того, что запишем вот это смешанное число в виде неправильной дроби. Для того, чтобы это сделать, нужно знаменатель умножить на целую часть, 4 на 1, и добавить числитель. Значит, 4 плюс 1 будет числитель. Или в знаменателе 4, 5 четвертых. А дальше нам нужно разделить 5 на 4. Для того, чтобы записать это смешанное число в виде десятичной дроби. Таким образом, 5 четвертых – это 1,25. Теперь выполним вычитание. 2,04 минус 1,25. Теперь нам нужно полученное число разделить на 1,20. Запишем 1,20 в виде десятичной дроби. Для этого мы 1 разделим на 20. Вот здесь запишем, что 1,20 – это 0,05. И нам остается выполнить последнее действие. 0,79 разделить на 0,05. Площадь с 15,8. И это наше значение выражения. 15,8. Здесь тоже мы начнем с того, что запишем смешанное число 2,5 в виде, вначале неправильной дроби. 2 умножить на 8 – 16 и 5. 21. Значит, 21,8. Теперь разделим 21 на 8. Получили 2,625. Теперь мы вычтем из 3,42 полученное число. Уравняем по количеству цифр и вычитаем. Теперь нам полученное число, полученную разность, нужно разделить на 1,50. 1,50 запишем в виде десятичной дроби. Разделим 1 на 50. Давайте внизу запишем, что 1,50 – это 0,02. Ну и теперь разделим. 0,795 на 0,2. Так, только мы делили на 0,02. Полученый результат записан. 39,75. 23. Здесь, как мы видим, много смешанных чисел. Поэтому вначале мы сделаем следующее. Мы все смешанные числа представим в виде десятичных дробей. Первое число 6,5. Ну, надо 6 умножить на 17. Так, запишем. 6 на 17 плюс 5. Вот это у нас числитель, а знаменатель – 17. Вычислим. 107,17. Теперь разделим 107 на 17. Получается, периодическая дробь деления на цело невозможно произвести. Поэтому мы поступим следующим образом. Мы обратим внимание на то, что в скобках у нас имеется… Вот в первой скобке имеются два смешанных числа с одинаковыми знаменателями. Тогда выполним действие скобки по-другому. Выполним сложение. Выпишем отдельно. Для того, чтобы сложить такие два смешанных числа, мы можем отдельно сложить целые части. 6 плюс 1 – 7. И отдельно сложить дробные части. Значит, 5 плюс 12 – это у нас в числителе. 5 плюс 12 – это 17. Получаем 17 семнадцатых. Это единица. Единицу нужно добавить к 7. И получаем в результате 8. Теперь выпишем выражение во второй скобке. Здесь мы могли бы точно так же сделать вычитание, но обратим внимание, что дробная часть первого смешанного числа меньше, чем дробная часть второго. Тогда мы запишем первое смешанное число вот так. Ну, второе число без изменений. Поскольку единица – это 5 пятых, то получаем первое число 3 целых. 5 пятых плюс 2 пятых – 7 пятых. Ну, и теперь производим вычитание из целой части. Вычитаем целую часть, одна целая. Из дробной части 7 пятых минус 3 пятых – это 4 пятых. И дальше все-таки запишем 1 целую 4 пятых в виде десятичной дроби. Ну, запишем в виде неправильной дроби. 1 на 5 плюс 4 – 9, 9 пятых. Теперь разделим 9 на 5. Получим 1 целая 8 десятых. Теперь нам нужно… Теперь мы возвращаемся к нашему выражению. Нам нужно 23 разделить на результат первого сложения, на 8. 23 нужно разделить на 8. Теперь выполним деление второй скобки на 5. Во второй скобке мы получили 1 целую 8 десятых. Разделим на 5. Ну, и последнее действие. Теперь нам нужно из 2875 тысячных вычесть 0 целых 36 сотых. Уравняем по количеству знаков и производим вычитание. Получили результат. Запишем 2 целых 515 тысячных. И последнее, 24-е. Равно. Ну, здесь мы тоже вначале мы должны выполнить действие в скобках. Выпишем первую скобку. Так, это у нас два смешанных числа, причем дробные части этих смешанных чисел равны, поэтому мы вычитаем целые части. 7 минус 4 получаем 3. И это все. Это результат действия в первой скобке. Выпишем вторую скобку. Складываем целые части. И складываем дробные части. 6 плюс 7 тринадцатых. 6 плюс 7 тринадцать. Тринадцать тринадцатых. Это единица. Единицу нужно добавить в 24. Получим 25. Теперь нам нужно разделить. Разность первой скобки разделить на 0 целых 15 сотых. Теперь разделим 4 на результат во второй скобке, на 25. Ну и теперь нам остается вычесть из 20 и 0 целых шестнадцать сотых. 0 целых шестнадцать сотых. Записываем полученный результат. 19 целых восемьдесят четыре сотых. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.